Вся наша территория ограничена вот этим вот райончиком. Масштаб карты 1-3 тысячи. Скорость и внимательность. Впервые в Сергиевом Посаде провели соревнования по спортивному ориентированию для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья. Откликнулось больше 40 человек. В этом виде спорта ценится не только физическая сила, но и сила ума. Я вообще-то занимаюсь этим видом спорта более 40 лет. То есть я кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Поэтому пришел сюда сегодня как участник среди ветеранов. Я считаю, это самый здоровый вид спорта. Соревнования провели в городском парке «Скидские пруды», где проходимость хорошая. Организаторы спортивного мероприятия, реабилитационный центр «Оптимист» и областная федерация по спортивному ориентированию. Все контрольные пункты стоят досягаемости от асфальтирных дорожек. То есть мы предусмотрели, что будут инвалиды, и поэтому пункты поставили удобно, чтобы было и колясочникам. Там, где есть некоторые подъемы, лесенки, мы поставим контролеров мальчиков, которые будут помогать им регулировать процесс. И вообще по всему парку будут в желтых манишках ходить контролеры, которые будут помогать участникам, если возникнут какие-то трудности. Многие участники получили первые уроки в ориентировании. Профессионалы с опытом выступления на международных соревнованиях рассказали новичкам, с чего начинать и как избежать ошибок. В подобном роде соревнованиях я впервые, будем так говорить. А узнала, и нам просто сказали, я хожу в соцзащиту, и там сказали, что будет соревнование. Мы захотели поучаствовать. Понимаете, ну здесь, во-первых, парк, красиво, а во-вторых, почему бы не отдохнуть? Это же отдых. Вы прошли инструктаж? Ну так, вкратце. Суть забега проста. Нужно за 30 минут найти 15 пирамид из легкой ткани, так называемые контрольные пункты. Продумав наиболее короткий путь от одного к другому, участники отмечают их на карте, которые носят во время забега. Благодаря организации по соцзащите вышли люди, которые даже не знают, что это такое. И мы хотим им показать, что есть такой вид спорта, оздоровительность, что можно по лесу гулять с картой, получать удовольствие. Это же все время движение, движение. И голова работает, и ноги работают. Вот такой вид спорта. Для Елены Туркиной подобного рода соревнования уже не первые. Несколько лет назад Елена участвовала в сочинском фестивале культуры и спорта «Пара-арт» и заняла первое место. Тут сейчас более облегченный вариант, но все равно это нужно, потому что люди ходят и в лес, где что, они должны уметь ориентироваться на местности. Даже в нашем городе, где говорится, или в мегаполисах, люди, не зная улиц или еще что-нибудь, все равно надо как-то уметь ориентироваться. Это очень способствует умственному мышлению, ну и физическая нагрузка, она всегда полезна всем. Дистанция забега составила около километра. Самый пожилой участник соревнований выступает под номером 204. Татьяна Никифоровна Ткаченко приехала из Краснозаводска. Ей 81 год. Если я до сих пор хожу, то значит, все это от того, что я начинала со спорта и так по жизни все время обязательно где-то участвовал в каких-то соревнованиях. Какими видами спорта занимались? Ручной мяч, как правило, волейбол, баскетбол, плавание. До финиша дошли все участники соревнований. После забега подвели итоги. Победителей оказалось немало. За первое, второе и третье место вручили ценные подарки от депутата Московской областной думы Сергея Двойных. Все участники соревнований на память получили грамоты. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко, тема.